всем привет с вами андрей паровар ровно год назад я снял ролик про парение в печи тот кто еще не смотрел обязательно посмотрите ролик получился бомба и после этого ролика по вашим многочисленным просьбам я построил своей бане уникальную 15-тонную печку парение в которой я вам сегодня и покажу погнали парение в печи подтверждено этнографически в различных источниках но я думаю что каустрофобы сюда точно не полезут вот такая 15-тонная получилась красавица было это нелегко были выбраны несколько претендентов на то чтобы сначала сделать проект потом проект был немножечко переработан для того чтобы эта печка не провалилась потому что внизу есть соколь было сделано отдельное усиление то здесь прям были такие серьезные работы для того чтобы эта печка могла здесь стать и решил я ее расписать вот в такую тут картину здесь мы видим летящую бабу-ягу мухоморы домик все как в русских народных сказках парение в печи подтверждено этнографически в различных источниках мы можем найти упоминание про парение в печи но я думаю что самое простое это что на слуху это перепекание бабы-ягой добрых молодцев и детишек то есть это этнографически подтвержденное событие которое происходило у наших предков если например рождался ребенок хворой его клали на лопату заранее готовили печку и в этой печи перепекали то же самое делали и с хворыми людьми которые болели их намазывали тестом в тесто добавляли различные виды трав и и перепекали в печи парили их можно сказать и человек выздоравливал и вот сегодня знаменательное событие я вам покажу как это происходит по нашим традициям мы перелопатили не один документ посмотрели различные архивные файлы вот постарались найти по крупинкам как это происходило у наших предков и сегодня вы сможете увидеть это своими глазами но и те кто хочет приехать попробовать пожалуйста ссылка будет в описании можете приехать и сами попариться печи ну и для того чтобы попариться в печи первое что нужно сделать это в нее залезть сначала одну минутку расскажу об устройстве этой печи это классическая русская печка здесь происходит растопка значит эта печка сегодня топилась где-то порядка четырех пяти часов на двух закладках дров то есть для того чтобы не попариться нужно всего лишь две закладки дров длина печи то есть того места где сижу составляет два метра ширина метр шестьдесят высота порядка девяносто сантиметров то есть здесь принципе полноценно по месяца либо два гостя либо один гость и мастер как это будет сейчас для того чтобы здесь было комфортно и удобно мы застелили деревянные палатья постелил я матрас из шелухи от компании black баня хочу обратить ваше внимание то что матрас на котором мы сегодня парились печи это матрас который был предоставлен компании black баня сделан он из горячихи и удобен тем что первым не пропускает воду то есть многоразовое использование второе то что он принимает форму тела когда на него ложишься подушечка у нас из сена плюс здесь сделана канализация и также мы прямо сюда вывели горячую и холодную воду чтобы можно было прямо здесь делать процедуры для людей которые боятся темноты и клауста фобии но я думаю что клаустрофобы сюда точно не полезут а для людей которые боятся темноты мы сделали здесь два фонарика точнее их четыре но две лампочки во время тестирования постоянно горели поэтому я так понимаю что рабочие будут именно вот эти две лампочки то есть то освещение которое есть сейчас она это освещение для съемок так здесь такая очень интимная домашняя приятная обстановка вот соответственно я сейчас лягу на это матрасик и мастер иван меня погреет смотрите я сижу здесь буквально там пара минут с меня начинает уже лить при этом чтобы вы понимали я когда сюда залез и также как и в первый раз когда я парился в печи в тверской области мне казалось то что вообще ничего не получится потому что здесь вообще не жарко и уникальность этой печи заключается в том что здесь вообще не жарко то есть ты сюда залезаешь и пипера что думаешь блины чё будет то есть ну как бы в чем смысл где же пара нету здесь только есть нагретый по всей поверхности кирпич это окошко у нас останется открытом то есть моего закрывать его не будем и получается что со всех сторон сверху сбоку снизу мягкое лучистое тепло начинает проникать внутрь моего тела прогревая его изнутри то есть каждая косточка каждый орган кожа кровушка она не начинает согреваться и от этого начинается процесс парения при этом вы совершенно спокойно дышите вам не жарко вам не хочется выходить никуда но при этом процесс парения без пара что самое уникальное что здесь нету пара еще раз подчеркиваю он происходит поэтому для тех у кого есть банная травма к те кто говорит что я баню не люблю мне вне жарко это самая лучшая процедура которая только может быть для вас то есть здесь не жарко здесь много воздуха здесь хорошо здесь приятно и комфортно и при этом на процесс парения он и потение он происходит сам по себе естественным образом вот такая уникальная вещь о которой мы забыли которая потихонечку исчезает из нашего быта и практически полностью исчезла но я хочу чтобы эта самобытность она в нашей стране в нашей культуре она сохранялась и вы могли приехать и сами попробовать на себе как предки мылись и парились в этой печи для начала мы делаем умовение ног сейчас мы сделаем терапию банная процедура в русской печи была достаточно широко распространена на руси ведь строительство собственной бани для большинства небогатого крестьянского населения российской империи было непозволительной роскошью уменьшилось количество бань после введения банных налогов и повышение цен на дрова кубическая сажень которых в петровское время в санкт-петербургской губернии стоило столько же сколько и сама баня печь же в избе все равно топили зимой и летом используя не только дрова но и сено соломой тростник хворост и кизяк а а а а а а а Крестьяне предпочитали мытье в печи, так как процедура была значительно проще, чем протопка бани. Вепсы в старину спали в печах в жаркую погоду. А в холод, при отсутствии семьи бани, в печи рожали женщины. Мытье в печи было во многих случаях проще и привлекательнее, чем растопка бани, так как зачастую бани строились из рук вон плохо, без надлежащей теплоизоляции. Согреться в таких банях было весьма затруднительно. Сейчас делаем умовенитель перед скрабом. Водичка комфортная? Комфортная. Баварский художник Петер Хес, путешествовавший по России в 1839 году, писал, что в печи женщины моются, а мужчины, когда хотят почувствовать себя счастливыми, залезают в нее, чтобы оказаться в парной бане в собственном смысле этого слова. Сейчас делаем скрабик. Передняя поверхность тела. Скраб у нас идет и все. Очень понравилась звукотерапия из-за того, что здесь куполообразный свод, что бубен, что чаша прям глубоко-глубоко проникают. И вот сейчас я лежу, то есть мне не требует свежий воздух. При этом у меня тепло, хорошо, очень расслабляет. Аромат веничков, мягкий скрабик, прям для расслабления и тела, и психического расслабления. Прям вообще бампа. Очень классно. Очень здорово. Такое мягенькое прям тепло. Еще раз подчеркну, но у нас нет здесь пары. Здесь просто идет проникновение тепла от нагретых стен, и оно мягкое, мягкое, глубоко воздух проникает. И сейчас мы сделаем помолочку передней поверхности тела. Помолочку мы делаем дегтярным мылом и добавляем детское мыло, чтобы кожа не было сухой. Попить хотите? Хочу. Отлично. Ой, к ней же в жизни счастье. Да, ребята, какой кайф. М-м-м-м-м, прям. Сейчас сделаем умовение на заднюю поверхность тела. Вот как описана процедура парения в русской печи в деревне Череповецкого уезда в 1900 году. Моются большинство крестьян в печах. Для матья накладут в печь соломы. Возьмут с собой веник, воды и свечку. Или лампу и в печку. Мы сейчас сделаем скрабик. И заодно пойдем что-то сделаем. Парятся и моются по одному человеку. А чтобы жарче было, печь снаружи закрывают заслонкой. Затем прямо из печки выходят в сене или на крыльцо и окачиваются холодной водой. В печах моют и маленьких детей. Бывают такие случаи, что в печах запариваются до такой степени, что из печи вытаскивают человека еле живого. При необходимости голову в печи защищали от перегрева глиняным горшком или веником из березовых веток. В еще одном свидетельстве о мытье в печах Тотемского уезда Вологодской губернии говорилось следующее. Бани у нас очень редко встречаются, несмотря на достаток леса. Есть деревни совсем без бань, а моются у нас в печах, которые очень просторны и мыться можно одному, свободно сидя. Причем подстилают под себя солому. Поэтому, свободно раздевшись, в присутствии всей семьи, залезает один человек в печку с чугуном теплой воды. Ему подают веник и заслонку закрывают. Несмотря на видимое неудобство, крестьянин, выпарившись до ломоты костей и хорошо промывший голову щелоком, потом окатывается водой на сарае. Стариков подавали в печь на широкой доске. Обычно просторное горнило позволяло мыться в русской печи даже вдвоем. Печные и банные процедуры были разнообразны по вариантам. Хозяева, которые берегли избу от избыточной влажности, в печи только парились, а мыться выбегали во двор или в пристройку. Если же в печи нужно было мыться, то внутрь ставили деревянное корыто для сбора стекающей воды. Ну и в заключение этой процедуры мы сейчас сделаем помывку головы водой с щелоком, как делали-то наши деды. Наливай. Бабушка моя, она каждый раз, когда я приходил из ее бани по черному, которая сейчас, кстати, стоит у меня дома, проверяла, хорошо ты помылся или нет. И делалось это вот так. Если волосы скрипят, значит попарился и помылся хорошо. Я сегодня попарился и погрелся, и помылся хорошо, за что тебя очень... Приглашаю в гости попробовать это самобытное парение. Это нечто непередаваемое. Поверьте мне, это останется в вашем сердце, в вашей душе на всю жизнь. Или если вы хотите сделать какой-то интересный подарок человеку, вот подарите ему парение в печи. Это бомб. Как малыши рождаются из мамки. И вот печка наша, тоже мамка. С вами был Андрей Паровар. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на запрещенный Играм, Телеграм и прочие соцсети. И также жду вас в гости у себя на парение в печи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok